Сегодня в Крымске не найти последствий тех страшных событий 2012-го. Светит солнце, играют дети, город живет и развивается. И только плачущая женщина-мать, отлитая из бронзы, стоит в парке как напоминание о страшной трагедии пятилетней давности. К сцене плача 6 июля каждый год приходят жители и гости города. На постаменте имена и фамилии всех, чьей жизни унесла большая вода. К мемориалу в день годовщины возложил цветы Вениамин Кондратьев. Крымск сегодня уже вернулся к прежнему ритму жизни. В городе строят новые спорткомплексы и дороги, ведутся работы по берегоукреплению. Это стало самой первой точкой в рабочем объезде губернатора по городу. А это здание в 2012-м меньше всего напоминало школу, рассказывает губернатору директор. Вода была абсолютно везде. Привести в порядок учебные кабинеты удалось практически за два месяца. Сегодня это современная школа, отвечающая всем требованиям. Все устроили для того, чтобы на самом деле мальчишки и девчонки, которые приходят в эту школу, на самом деле получили знания. То, что сегодня Крым живет и развивается, у меня нет сомнений. Учебный процесс, школа – это есть будущее любого города, и Крымска в том числе. Будущее любого города и района за подрастающим поколением, отмечает глава региона. После осмотра школы Вениамин Кондратьев едет на строительную площадку спортивного комплекса. Возводить его начали еще в 2013-м. К зданию даже подвели коммуникации и выполнили отделочные работы. Но на этом стройку почему-то остановили. На оборудовании уже все закуплено. Ну, коллеги, тем более, оборудование есть, все есть, взять и достой. Необходимо не потому, что нужно какую-то галочку поставить. Необходимо людям, жителям Крымска, в том числе вот этот ближайший микрорайон, они надеются и верят в том, что все-таки дети смогут прийти в этот бассейн. Очень важно не подвести ожидания. А мы и так, друзья, на пять лет уже задержались. Проезжая по городу, невозможно не заметить еще одну большую стройку в центре Крымска. Новый мост через реку Адагум. После завершения реконструкции дорога станет четырехполосной и позволит разгрузить этот участок трассы. Сроки сдачи. Начало строительства декабрь 2016 года, окончание строительства декабрь 2017 года. На данный момент находится календарная графика. Коллеги, знаете, важно не так, как мы строим, а когда построим. Поэтому если в декабре 2017 года вы его сдаете, это самое главное, что я бы хотел услышать. Построенный мост не просто свяжет город с соседними станицами. При реконструкции изменили расположение и количество опор. Специально, чтобы увеличить пропускную способность реки. Ведь тогда, пять лет назад, именно это место стало причиной затора. В воде оказались улицы и дома. Погибли более 150 горожан. В память о них сегодняшнюю встречу с местными жителями Вениамин Кондратьев начинает с минуты молчания. Самыми первыми в зоне подтопления в 2012-м оказались дома вблизи набережных. Но трагедия для многих так и не стала уроком. Некоторые застройщики сегодня пытаются обойти закон. Вблизи рек возводят жилые дома и торгово-развлекательные центры. Пишут о том, что на определенных участках строятся какие-то клубы, торговые центры, увеселительные заведения. Но тут нельзя говорить о том, что если это жилое, значит нельзя. А нежилое можно. Принцип только один. Или разрешить всем строиться, или запретить всем проживать на этой территории. Если она отнесена к территории подтопления. К застройке любого города нужно подходить с умом, добавляет глава региона. Для этого нужны четкие правила, где и какие здания можно, а главное нужно возводить. Крым должен стать красивым городом. Еще красивее, чем он сегодня. Должна быть комплексная застройка объективно. То есть архитектурный облик, он на самом деле должен быть продуманным. Не надо его отдать на откуп застройщикам, которые что хотят, то и строят. Сделайте регламент. Правила землепользования застройки. Чтобы понимание было того, каким будет Крымск завтра, было уже сегодня это понимание. Июль 2012-го для Крымска как будто стал точкой отсчета другой жизни. А к любым капризам погоды теперь кажется у всех в городе другое, особое отношение. В случае дождя, если проходит небольшой даже дождь, у нас автоматически выставляются сотрудники ГОЧС. Все водоемы, все реки мониторятся в круглосуточном режиме. Основная наша задача, Сергей Викторович, чтобы люди по своих домах могли спать спокойно. Вот ночью. И чего здесь я опасаюсь? Что полумеры, которые сегодня могут быть где-то сделаны, где-то сделаны, подчеркиваю, они не вызвали самоуспокойность. Что ничего страшного, все, этого хватит. Ну, почистили чуть реку. Ну, и все, и пронесет. Вот здесь на как-нибудь не нужно надеяться. Мы должны быть уверены, что мы сделали сегодня все, чтобы в случае большой воды, уже, как я уже сказал, беда не постучалась в дом. О трагедии в Крымске местные жители, конечно, еще долго будут помнить. Но уже сегодня они все реже стараются говорить вслух. За пять лет город успел полностью восстановиться. И сегодня на пути к созданию своей новой истории. Мария Крошина, Елена Касабова, Алексей Комаров и Денис Мскаленко. Кубань, 24, Крымский район.